Очередной пикет харьковских предпринимателей в этот раз прошел по инициативе профсоюза таксистов Украины. Закон о введении кассовых аппаратов для служб такси вступит в силу с начала следующего года. Частный предприниматель Алексей Рябенко считает, при использовании расчетных аппаратов таксистам придется либо значительно повышать тарифы, либо вовсе искать другую работу. Водители, которые от безвыходности пришли в такси, они согласны везти за 10-15 гривен минимальное расстояние, а купить с этого заработка тот кассовый аппарат, тот же таксометр и так далее, у них просто физически нет откуда взять денег. Но по закону РРО человек, который занимается кассовым аппаратом, в данном случае таксометром, он находится под ежедневным штрафом 1700 гривен. Количество проверок не ограничено. Дополнительная оплата за обслуживание этого кассового аппарата. Необходим на самом деле реально бухгалтер, который будет вести отчетность. 23 тысячи предпринимателей Харьковской области должны с 1 июля установить кассовые аппараты. Это повлечет серьезные финансовые расходы. Регистратор расчетных операций стоит 10-15 тысяч гривен плюс 2 тысячи в месяц на обслуживание. Кассовый аппарат придется установить и всем продавцам пива с июля. Его приравнивают к спиртным напиткам и внесят в категорию подакцизных товаров. Соответственно, надо 8 тысяч потратить на то, чтобы взять лицензию. И, соответственно, торговать пивом сможет предприниматель только тогда, когда установит кассовый аппарат и модель. Предприниматели для решения проблемы заручились поддержкой областной власти. Губернатор Игорь Райнин обратился к главе правительства с просьбой решить вопрос о введении моратория на применение кассовых аппаратов. 22 мая проект закона был отклонен Комитетом Верховной Рады. 17 июня харьковские предприниматели едут в Киев на всеукраинскую акцию. Под стенами Верховной Рады они будут требовать у депутатов повторного рассмотрения документа о применении моратория. Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».